Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний замечательный день посвящен памяти Жен Мироносец. И я хотел бы коснуться трёх тем. Первый из них, конечно, вот этот замечательный пример любви и верности своему Учителю. В этом как бы проявляется особый характер христианского служения именно женщины. Когда мужчины проявляют твёрдость в проповеди, в мученичестве, в бою и так далее. Но бывает так, что в каких-то испытаниях действительно мужчины отступают, будучи уже растерянными, как ученики разбежались. Как бы исполняют слово «поражу пастыря» и рассеются овцы стадом. И у Голгофы, у Креста вдали стояли только вот эти ученицы Христа, женщины. Причём были разные очень. Там были и родственники Марии, женщины. Там была и Мария Магдалина. Они, вероятно, рассказываются, когда она в доме богатого фарисея пришла, дерзнула омыть слезами ноги Иисуса. И фарисей прося подумал, если бы это был пророк, он бы знал, какая женщина прикасается к нему. И помните, в ответ на это Господь сказал, что кто много любит, тому и больше прощается. Кому больше прощено, тот и больше любит. То есть, женщина такого предусыдительного поведения. Там были сёстры Лазаря, Марфа и Мария. Там были сказаны, и Анна, жена, домоправитель Иродова. То есть, женщина, которая была, конечно, весьма состоятельная, принадлежала к такому высшему свету. И вот всех их объединяла любовь к Господу. И поэтому даже, когда, казалось бы, рухнули все надежды, как бы по внешности казалось, что проповедь Иисуса и его слова о том, что он по учистенной жизни, всё это рухнуло, всё равно они остались верными ему, верными своей любви, чтобы быть рядом с учителем. И пришли, едва взошло солнце, пришли на могилу, для того, чтобы восполнить те погребальные обряды, помазание миром, потом и называются мироносицы, благоводным маслом, которые были наспех совершены в пятницу вечером. Потому что в пятницу вечером с появления двух первых звёзд начинается субботний покой, и никакой такой работы делать было нельзя. А заканчивается суббота в субботу и вечером тоже с появлением двух звёзд. И в одном из Евангелий пишется даже, что они пришли, ещё в сущей тьме на гроб, ещё в темноте, рано-рано утром, едва высиявши солнце. Такова была их любовь к учителю, чтобы быть рядом с ним, несмотря на то, что, казалось бы, все надежды рухнули. И вот это особый характер, так сказать, женской веры, многократно спасал церковь, спасал людей. Когда мы думаем об обрядах, и некоторые думают, что, ну, это там не очень-то обязательно, всё это там, как бы, особое значение высвечивается в том, что они пошли исполнить обряд. И в это исполнение они, как бы, вложили свою любовь, соединение, вот такой, как бы, верности обряду и верности любви, и дало это удивительный результат, что они стали первыми свидетелями воскресения Христова. Все четыре Евангелия одинаково об этом говорят. Повествования о воскресении разные, различаются, как бы, разные традиции, разные версии. Это понятно, это естественно. Это как раз говорит в пользу подлинности Евангелия. Потому что если бы они были написаны, так сказать, много времени спустя, и как бы хотели все пригладить, то, конечно, повествования были бы одинаковыми. Именно потому что там есть большая разница. Где-то все пришли, где-то Мария Магдалина пришла и так далее. То ясно, что церковь бережно сохраняла все детали, все особенности каждой версии. Но общее для них то, что пришли женщины. И, между прочим, это говорит в пользу древности евангельского предания, которое потом было уже записано. Все. Но мы смотрим, что в посланиях апостола Павла он нигде не говорит о женщинах. Хотя они были написаны уже где-то в середине первого века. Почему? Причина ясна. Потому что для него, как для проповедника, апостола, миссионера, приводить такие свидетельства язычникам, что вот женщины пришли, увидели и так далее, ну это насмех подымать сразу его, что там рассказывают женщины. Он об этом не говорит. Он говорит о факте воскресения, о том, что явился Петру, апостолам, пятистам, братьям, а затем и ему позже всех, как некому извергу, как он сам себя называет. А вот про это молчит. А вот те Евангелия одинаково говорят, что первым таки явился женщина. И они пошли первым, привезли это весь апостол, не поверили. Ну, женщина, что там показалось, так сказать, от горя, что там не привидится. И это, тем не менее, оказалось правдой. И вот это особое, так сказать, качество женской веры, оно чрезвычайно драгоценно в истории церкви. И мы-то знаем по нашей собственной истории, когда на протяжении всего 20 века владычество атеистической власти именно женщины и наполняли храмы, именно они сохранили вот эту, как бы, весть о вере, весть о Христе. И потом уже присоединяются к ним и все остальные. Но здесь важно сказать еще и другое, что не только они. Сегодня памяти Иосифа Римофейского и Никодима. Как часто бывает, когда мы с таким осуждением смотрим на власть имущих. Ну, конечно, они богатые, ну, конечно, с ними там все в порядке. А вот мы такие все, так сказать, что-то у нас то не так, а это не так и так далее. Хорошо быть богатым. И вот мы видим, что несмотря на то, что вот ученики-то разбежались, а вот тайные ученики, люди, имеющие хорошее положение, Иосиф, знаменитый член Совета, как говорит Евангелие, Никодим, который ночью приходил, таясь от своих, так сказать, единомышленников, от своих коллег, чтобы его не увидели, что он идет к такому непопулярному учителю. Вот, а вот какой-то трудный момент, именно они оказались верными. Именно они пришли, как бы, исполнив слово 53 главы книги про Рок Исаии, о том, что он был погребен у богатого. Потому что, конечно, тогда, как поршень частный входит, так сказать, в моду, могилы готовили заранее. Но сейчас-то проще, там, выкопать ямы, там, купить гроб, это все можно за день-день. А вот вырубить в скале, такую, так сказать, довольно большую комнату, каменную скамью, на которую кладется гроб, конечно, для этого требуется достаточно большое время. И поэтому люди состоятельные готовили себе такие места погребения заранее. И вот Иосиф отдает это свое место именно для погребения Иисуса. Именно благодаря этому стало возможным, там, с честью похоронить, похоронить, потому что обычно тела распятых бросали, так сказать, в братскую могилу преступников, и никаких следов бы не осталось. А вот именно благодаря Иосифу Алимафийскому это было богатое, так сказать, погребение, камень был приварен, то есть все было сделано, как надо, так сказать, по лучшему варианту. И это сделало возможным женщинам прийти, увидеть это тело, стать свидетелями воскресения. Так что вот мы видим, что и среди состоятельных и влиятельных людей, казалось бы, конформительность, власть и так далее, оказываются люди, которые это свое как раз положение используют в нужный момент в очень важных и нужных целях. Ну и, наконец, третье, о чем хотелось мне сказать, о памяти, которую себатый день совершается, это уже не потому что неделя, а потому что данное число князей Борис и Глеб. Вы помните, что это были сыновья рано-апостольного Владимира, и они, подвиг их состоял в том, что они знали, что их брат Ярополк стремится завладеть престолом в Киеве и так далее, посылает к ним наемных убийц, чтобы устранить своих братьев как конкурентов. И, зная об этом, они тем не менее отказались от такого вооруженного сопротивления, предпочли смерть в борьбе за престол, в общем, всяким таким кровопролитию между братьями. То есть они настолько всерьез восприлили христианство, именно в христианской вере уже были воспитаны как бы первым поколением российских христиан, что не стали поднимать оружие против собственных братьев в борьбе за престол в Киеве. И удивительно два обстоятельства. Первое, то, что они были первыми прославленными русскими святыми. Сегодня, правда, день перенесения их мощей, останков. Это было довольно вскоре после их гибели, но они первые русские святые, прославленные и нашей церковью, Константинопольской церковью, и почитаемые. И второе, кстати, интересно, то, что и последний русский император Николай Александрович Николай II тоже причислен церковью к лику страстотерпцев, как и Борис и Глеб. Даже не мучеников, потому что они, собственно, не столько за веру пострадали, сколько в результате политической борьбы. Но тоже Николай Александрович ничего не предпринял для спасения себя, семьи и так далее. Вот принял эту мученическую кончину, и церковь тоже это очень правильно, так сказать, и духовно, и политически оценила причину к лику страстотерпцев. Вот мы видим, что действительно это характер, какая-то характерная особенность для русской святости, о чем пишет Григорий Петрович Федотов. начало первые святые страстотерпцы, пострадавшие, отказавшись от борьбы за престол, последний тоже страстотерпец, отказавшийся от борьбы и ставший, так сказать, жертвой этой себе политической усобицы. Думаю, что это, конечно, особая какая-то черта, о которой следует задуматься. Но так или иначе, сегодняшний день, это замечательный, как бы с такой православной 8 марта. Всех женщин поздравляю, и чтобы они помнили об этом своем даре, даре верности, даре любви, чтобы он, так сказать, первенствовал во всех их делах, поступках. И нам всем, конечно, тоже важно помнить об этом, что сегодня день любви и верности Христу. Аминь.